Мужчина, взявший в заложники жену и троих маленьких детей, выпрыгнул из окна с высоты пятого этажа. Выжил ли он? И что с его семьей? Узнаем у Ивана Евдокимова. Он выходит на прямую связь со студией, сейчас готовится к выходу на прямую связь со студией. Вот кадры из Боровского шоссе в Новопеределкине, где сейчас работают спасатели. Буквально несколько минут назад мужчина, который удерживал вот эти кадры, который удерживал в заложниках свою семью, троих детей и жену выпрыгнул из окна. Видно, что он приземляется на специально приготовленный батут заранее сотрудниками МЧС. Что с состоянием здоровья этого человека сейчас? Выжил ли он при падении? И главный, самый главный вопрос, что сейчас с его семьей, с членами его семьи? Мы узнаем у Ивана Евдокимова, который готов выйти на прямую связь со студией. Ваня, ты меня слышишь? Приветствую тебя еще раз. Скажи, пожалуйста, видел ли ты сам момент падения? Что происходит во дворе дома сейчас? Что говорят спасатели? Что говорят следователи? Последнюю информацию ждем от себя. Пожалуйста. Да, коллеги, я вас приветствую. Ну, вы знаете, на самом деле все буквально смешалось. Действительно, молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа в момент того, как силовики попытались начать штурм. Точнее, не попытались, а его начали. Но вот до физической силы, до применения физической силы дело так и не дошло. Ну и тут журналисты немного удивились. Вот на этой большой пожарной стреле, которая, собственно, сейчас работает за моей спиной, подниматься наверх стали не представители спецназа, а пожарные. И только потом нам пояснили, для того, чтобы не раздражать Оводова, спецназ переоделся в форму пожарных. Но это, собственно, и сразу читалось. Форма у них была новой, свежей. Видно, что используют ее только на специальных заданиях. Ну, вот так это или не так, точно, на сто процентов пока сказать не могу. Но сами полицейские, так скажем, наверное, в беседе за кадром подтверждают эту информацию, что операция прошла именно таким образом. На самом деле, когда только пожарная стрела поднялась до пятого этажа, молодой человек это увидел и совершил прыжок. Причем с собой он собрал какие-то вещи. На мой взгляд, на первый взгляд, у него в руках был ноутбук. Но ноутбук был сложен и упакован в специальную сумку. Но вот зачем ему понадобился с собой ноутбук, непонятно. Причем молодой человек видел, куда прыгать и покончить с собой он явно не хотел. Как до этого он заявлял и называл все это дело перформансом, но, скорее всего, вот именно, наверное, в эту сторону мы действительно и будем размышлять. Потому что шагал он точно на большой батут. И вот, если вы видите, сейчас спасатели как раз эту конструкцию складывают и упаковывают. Большой батут развернули на фоне первого этажа. Приблизительно размером он был около 7-10 метров. Батут несколько раз надували, несколько раз спускали. Сначала, вроде бы, переговоры пошли, так скажем, в мирное русло. И Овдов готов был пойти на контакт, но потом снова отказался от переговоров и потребовал привезти сюда, к дому номер 18, представители сразу нескольких посольств и нескольких консульств. В основном это представители стран Азии и Ближнего Востока. На это полицейские не пошли. Ну, собственно, в момент штурма молодой человек все-таки решил совершить этот прыжок и приземлился четко на этот батут. Тут же к нему подбежало несколько специалистов. Это были и спасатели, и полицейские, и, конечно, медики. Тут же его осмотрели на месте, но оказалось, что никаких повреждений, даже царапин и ссадин у Овдова нет. Его тут же задержали и припроводили в машину полиции. Собственно, маршрут у них был следующим. Автомобили полиции специально не парковались вот здесь. Если видите, дом идет буквой Г, полицейские специально здесь не парковались, дабы не раздражать и не провоцировать захватчика. Все машины стояли спецслужб с другой стороны дома. Здесь были только журналисты и автомобили скорой помощи. Причем, собственно, приезду журналистов Леонид Овдов и добивался. Больше того, из окна он несколько раз заявлял, что в прямом эфире сейчас смотрят выпуски нашего телеканала. И, собственно, следил за всем, что происходит. В своих социальных сетях он писал, что пытается донести до москвичей какие-то, так скажем, некие раскрыть проблемы политическо-религиозные. Но, вот, тем не менее, также его социальные сети, если изучать, можно понять, что, в принципе, у Овдова была самая... Ну и есть, в данный момент остается самая обычная, простая семья. Собственно, в течение нескольких часов, а если быть точнее, то с 12 часов дня он удерживал в квартире свою собственную супругу и трех маленьких детей. Больше того, одну маленькую дочку он постоянно подносил к окну пятого этажа и показывал, что с ней все в порядке. Что касается еще одного момента, некоторые информационные ленты, информационные агентства говорили о том, что молодой человек, так скажем, психически не уравновешен и состоит на учете у психиатра. Ну вот, сам Овдов этого не подтверждал, он несколько раз из окна выкрикивал вещи, что он не состоит на учете, а просто пытается организовать, вот как правильно коллеги отмечали, некий перформанс и донести какую-то, по его словам, истину до москвичей. Ну, собственно, что с ним теперь будет дальше, пока, наверное, непонятно. Тут стоит следить за официальными, опять же, подчеркиваю, сообщениями, которые будут поступать от пресс-служб либо МВД, либо Следственного комитета. Скорее всего, именно эти подразделения будут заниматься уже дальнейшим расследованием. Но, тем не менее, с руками, разумеется, все это просто так не сойдет. И сегодня, кстати, в течение дня мои коллеги, на мой взгляд, записали уникальный материал. Они в прямом эфире во время того, как молодой человек заблокировал квартиру, общались с ним по скайпу. И специально для моих коллег он показал, как выглядит квартира вот в этот момент. Там, собственно, были как раз его супруга и его дети. И сейчас предлагайте кадры посмотреть. Вы понимаете, что я не могу доверять другим людям. Я не могу им доверять. Мне нужно заверие посольства, что люди, пришедшие от них, это именно они. Они какой-то график тут распыляют. Вот, они все в порядке. Вася, все хорошо? Да. Они, конечно, встревожены, очень сильно. Я стараюсь успокаивать, как могу. Я рабочий человек, ответственный за судьбу. У меня в холодильнике есть продукты. Все замечательно. Успокойся за меня. Коллеги, задавали вы вопрос про то, в каком сейчас состоянии находится семья и где они находятся. Вы знаете, то, в каком, наверное, психологическом состоянии пребывает супруга и трое маленьких детей, мне даже представить просто сложно. Я напомню, что с 12 часов дня их собственный отец и супруг, угрожая ножом, а с ножом молодой человек периодически появлялся в окне пятого этажа. Ну, если честно, то с ножом лично я видел его, наверное, около трех-четырех раз. Ну, кто-то говорил, что появлялся значительно чаще. Но вот в каком они сейчас психологическом состоянии действительно представить сложно. Что касается того, где они сейчас находятся, то сразу после того, как молодой человек совершил прыжок вот с пятого этажа, мы наблюдали супругу в окне. Я думаю, что... Ну, то есть она стояла, подходила к окошку и посмотрела, все ли с ним в порядке. Ну, вот не знаю, насколько можно назвать ее заложницей, раз она так спокойно перемещалась по квартире, по крайней мере, сразу после того, как Овдов выпрыгнул из окна. Сейчас, я думаю, ее будут допрашивать полицейские исследователи. И я думаю, что мы будем следить обязательно за этой темой и сообщим все подробности в наших следующих выпусках. Ну, а эфир продолжается. Коллеги, вам слово. Спасибо большое. Иван Евдокимов рассказал о развязке истории с захватом заложников новопеределки. Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Обязательно сообщим об этом чуть позже в наших выпусках. Хотя...